Друзья мои, всем привет! Долгожданный Дредж, вы поймёте, мы вернулись, конечно же, и у нас сегодня последняя серия. По моим почётам, вроде бы как должна быть последняя, самая-самая, наипоследнейшая серия. Давайте, ради интереса, покажу вам что да как, как бы вспомним, что мы тут делали, чем мы занимались, потому что, ну, целая неделя прошла, и мы никак, никуда, короче, не поехали и не продвинулись. Смотрите, открываем наш трюм, у нас есть взрывчатка, которая нужна, как бы, для нашей последней локации, у нас есть самые такие лучшие удочки, у нас есть две каменные плиты, которые, кстати, у нас очень расширенный такой корабль, потому что, как бы, мы могли себе позволить такую штуку сделать. И, смотрите, внимательно, новый корпус, по максимуму прокачали, плюс к этому можно ещё четыре ячейки для груза прокачать, нам нужна просто тряпочка, которой, к сожалению, у нас сейчас нет. Но, это не проблема, денег у нас тоже нет, как бы, но тоже не проблема, это у нас, само собой, уже последний корабль, который есть, единственное, что можно его маленько ещё прокачать. Теперь, так как у нас есть задание, давайте посмотрим, каюта и поручения, вот такие вот задания у нас есть, найти реликвии, да, это самая последняя точка, которую мы должны найти. Это находится на хребете дьявола, всё как обычно, там у нас ещё, как бы, есть загонуть к торговцу, зажечь огонь у статуи, мейт мы сделаем. И, где у нас находится дьявол, хребет дьявола, здесь. Там мы уже были, но, сейчас у меня вопрос другой сейчас. Сейчас покажу вам, куда мы едем и для чего мы едем. Вот эти вот платы, которых мы нашли с вами, да? Смотри. Нет, не только торговец, иди сюда. Конечно, здравствуйте, Джимми, я могу вам помочь, короче, показать ему каменную плату, вот. Каменная плита, то есть две каменные плиты, которые мы забрали с этого, с хребета этого дьявола, мы ему, как бы, отдаём. Торговец берёт у вас каменную плиту или плитку и внимательно изучает её со всех сторон. Поразительно, да, полагаю, это только часть большой композиции. Он тянется к верхней полке и достаёт с неё похожую плитку, только покрытую толстым слоем пыли. Несколько лет назад я нашёл плохой, похожий фрагмент. Вы ведь обнаружили её возле руин в хребете дьявола, верно? Конечно. Поручение обновлено. А, ну, полагаю, это там не единственное. Я оставлю её у себя и внимательнее изучу. А вы пока поищите другие фрагменты. Чувак, у меня ещё одна есть, по идее. Вы нашли ещё одну, чудесно, позвольте взглянуть. Торговец берёт у вас каменную плитку и кладёт её на стол рядом с остальными. Хм, судя по возрасту камня и форме символа, этот фрагмент, это фрагменты из одного набора. Взяли, короче, всё. Короче, меня это вот лоханули. Плитку взяли и всё, короче. Я пока придержу её у себя, а вы ищите дальше. Судя по всему, у нас должен получиться квадрат. Так что будем надеяться, что осталось найти только последний фрагмент. Я очень надеюсь. А пока что, может, у вас есть какие-то украшения? Конечно, на тебе украшения. Погоди. Продать. Конечно, продаём за 52 бакса. И всё, по украшениям у нас больше ничего такого как бы нет. Да, всё, всё, всё. И в трюме что у нас в трюме хорошего? А, я понял. Я понял. А кто сказал, что у нас денег нет? Кто об этом говорил, что денег нет? Смотри, деньги появляются. Видишь, смотри. Старое золотое кольцо. Смотри, вот тут то же самое. Так, что у нас тут есть? Вот это продать и это продать. И, в принципе, разбитые очки. Ну, тоже продать, конечно. Что мы с ними делать-то будем? И, в принципе, вроде бы всё. Всё вроде бы сделал. Всё продал. У нас целых 600 баксов. Круто. Круто. Чё могу сказать? Всё. Отчаливаем. В таком случае, ребятки. У нас есть телепорт, как бы. Но. Наш телепортец. А, ща погоди. Наш телепорт. Он возвращает нас только сюда. Да? Ща погоди. В таком случае мы сейчас уходим. Уезжаем прямо к нашей цели. Цель наша это хребет дьявола. И там будем разбираться. Мы кое-чему научились уже в прошлой серии. В предыдущей, скажем. Да? Всё правильно? Да, всё правильно. И там уже будем заканчивать данное прохождение. Единственное, что я не могу, как бы. Когда я вижу, что здесь у нас есть тряпочки, которые нужны нам для прокачки. То это нельзя пропустить вообще никак. Тряпочки забираем. Конечно, забираем. А, чё вы думали? А, чё вы думали? Нам тряпочки нужны. Деньги появились. Соответственно, мы можем сейчас уже прокачать себе ещё 4 ячейки. А это очень круто. Плюс к этому досочки вижу. Рядышком прям. Смотри, опля, мы рыбачим. Мы же рыбаки, бля, ё-моё, бля. Первоначальная наша, короче, цель в этой игре – это рыбачить. Да. Хоть ты рыбачишь что-то для своего корабля. Хоть ты рыбачишь для того, чтобы немножечко денег заработать. Прямо рыбу прям продавать, да? Так что вот такие вот дела. Ребятки, если вы ждали эту вот игру, если вы ждали всё-таки продолжения или окончания этой игры, не забудьте об этом написать, само собой. И будет у нас всё хорошо. Чё ты рыба такая? Опля. А иди сюда, красавчик. Иди сюда. А чё там и это… Не помню тебя раньше. Вообще не помню. Как-то его вообще не помню. Ха. Он у нас походу был, а я его не помню. А давайте местечко мы себе сделаем. А местечко такое вот. Вот, 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 вот такое вот местечко. Погоди. Вот мы сделали ему местечко или мы нифига не сделали местечко? Погоди, мне кажется, мы не сделали местечко. Давай ещё одну выловим. Я тебя продам. Чё ты думал? Всё. Всё, блин, у нас ночь уже. Так, это нам… Да, нам туда всё правильно. Нам прям направо прям нужно. Нам прям поехали. Ускорение взяли. Моторы не ломаем. У нас хорошие моторы, короче. Очень быстрая скорость. Молниеносная скорость. Но я вижу, у нас уже ночь. Так. Смотри, что мы делаем. Сказали, сказали, что мы кое-что делали здесь неправильно. Сейчас я вам покажу, что за рыба здесь продается. Хотел сказать, продаётся. Блин, ну хорошая такая. Давайте выловим, посмотрим, что там есть. Что по деньгам будет. Хорошая рыбка. Маленькая, но хорошая. Да, сейчас у нас ночь будет. Но что поделаешь, жизнь такая. Ночная у нас жизнь. Рыбацкая, короче, ночная. Ёлки зелёные. Всё. Больше не влезают. Поехали. Короче, сейчас покажу. Что мне написали. Мне ребята написали, что, Кент, ты неправильно делаешь. Во-первых, если ты будешь находиться над вулканами, к тебе никто вообще не подплывёт. Над вулканами это безопасная зона. Плюс к этому сказали, если мы будем плыть. Ну, потому что я как бы... А вот мы и проверим. Так ли это или нет. Я над вулканом. Ну, над этим подводным вулканом. Плюс к этому сказали, что если ты будешь плыть по вот этим вот... От вулкана к вулкану, короче. Тебя так же никто трогать не будет. Ночью, днём, без разницы. А мы это сейчас проверим. А ну-ка, давайте. Давайте мне. Это что, вулкан? Блин. Ну, там уже заканчивается у нас вулканчик-то. Блин, мне бы туда на самом деле. На самом-то деле мне вот туда вот. Потому что я хочу как бы продать. Немножко освободить себе инвентарь и... Дождаться дня. Блин, ну видишь, ты сказал, что типа надо от вулкана к вулкану. А нехер тут нету ни вулкана, ни фига мне нету. Всё, закончились вулканы. Ага, чё-то, короче, там снизу было. Всё, поехали. Всё. Глазик у нас уже беспокоится. Это есть плохо. Значит, конечно, продаём, мадам. Мадам, всё продаём. Вообще всё продаём. Ой, ловушки. А чё я ловушки свои из базы не взял-то? У меня же ловушки там были. Ммм, придётся купить. Хорошо. Тогда смотри, продаём всё. Всё, что есть. Ща, погоди. Так, снято. Ммм, плавучий док. Иди сюда, смотри внимательно. Видишь, мы если прокачаем вот этот вот слот, это будет у нас слева два слота. И справа два слота, понимаешь? И слева, и справа. Значит, берём вот эту вот штуку. Вот так вот. Красота. 600 баксов теряем, само собой. Зато больше места. Опля. Четыре ячейки, короче, для груза у нас упаковано. Дальше. Здесь мы что качаем? Смотри внимательно. Ячейка для двигателя. Это значит пошёл. Это значит пошёл. Денег нет? Нет, деньги есть. И хренась, у нас есть прокачанная ещё, короче, ячейка для двигателя. Дальше что у нас ещё? Ячейки для ламп. Блин, у нас лампали хрен его знает. Для удочек. Вот это, мне кажется, важнее будет. Но уже как бы нечего туда сувать. Вот такая вот штука. И вот, видишь, я уже могу самый-самый здоровый мотор сюда поставить. И это будет на самом деле очень круто. Сейчас у меня скорость хода 91. А если я поставлю себе... А где он? А его уже надо прокачать ещё, блин, ё-моё, а? Мой трюм плавучий этот... Вот. Мне нужно его ещё прокачать. Вот этот вот моторчик, если мы его прокачаем, то будет вообще круто. То есть он здоровый. Правда, здесь нужно дохрена этих шестерёнок. А у нас только одна. Такс, такс, такс. Окей. Смотри. Нам нужно краб. Во-первых, нам нужно... Ммм... Поспать. Давай отдохнём. Прям до утра. Чтобы было чётенько, красиво. Чтобы было видно, чтобы всем было всё видно. И плюс к этому я бы хотел... Ну, чтобы на базу, короче, не плыть. А есть у нас деньги? Простая ловушка для крабов. Простая же пойдёт или не пойдёт, блин? Блин, у нас денег нет. Окей. Тогда немножко выловим здесь немножко рыбы. Отчалить. Давайте выловим. Кого мы будем вылавливать? Кого-то мы будем вылавливать. Сейчас, погоди. Это... Говнюки, блин, которые меня хотят всегда, блин, сожрать. А это рыба? Да, но это маленькая рыба. Это маленькие такие, блин, скаты. Ага, профукал. Но! Смотри, новая рыба, блин. Ты приколись. Новая рыба. Ну, в смысле, не ровно, не новая, как его, уже с этими, с нюансами. Вот такая вот, типа... Ну, короче, вы поняли. Такс. Отлично. Как тебя упаковать так, чтобы было хорошо прям? Ну, пусть будет... Вот так, что ли? Всё. Запасы истощены. Нам нужно её выловить. И, кстати говоря... И, кстати говоря... А где мы её засовываем? Сюда, мне кажется, да? Здесь нужна вот эта вот, которая, типа, фиолетовая рыба. Или... Или подальше. Блин, ну не ломай же ты, ё-моё, блин. Не ломай. Нет, тут крабы нужны, я понял. Тут нужны крабы. Тогда здесь нам нужно будет сделать... Вот здесь тоже меня, как бы, беспокоить не должны, по идее, да? Я эту стенку могу сломать? Нет, эту стенку мы не сломаем. Так, там что-то... Там то, что-то в воде валяет. Секундочку. А, ну это опять же ожирели. Какая-то хрень, короче, да? Да, ну давай, 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 давай. Так уж и быть. Но я больше за ними, как бы, плавать не буду. И больше их добывать не буду. Потому что, блин, ну... Как бы, да, но деньги, как бы, даёт. Но всё же мало. Не та отдача. О, ещё эти вот скаты или каких-то там. Ловим. Ага, тут сломано, блин, он уже не влезет. Вот это хреново. Опс. А, отлично. Вулканные, видишь ли. Промазал. Иди сюда. Есть контакт. Ээээ. Блин. Хорошо. Тоже пойдёт. Так, ну-ка, повернись. Повернись. Это же с этой стороны будет? А, так это с той же стороны. Правда, нужно... Опля. А это маленький говнюк. Ну, смотрю, здоровый, как бы. Но всё-таки для меня он маленький. Плохая рыба, короче. Плохая рыба. Здоровенная рыба и плохая. Такс, пошли. Этот фонтан мы уже как бы решили. То есть решили вопрос этого фонтана. Значит, заплываем сейчас сюда. О, видишь, здесь, по идее, если я буду сидеть, меня тут как бы трогать никто не будет. У этого вулкана так сказали, по крайней мере. Не знаю, правда это или нет, но хрен его знает. Я, типа, должен поверить на слово нашим подписчикам. И якобы должно быть всё нормально. Правда? Чё-то мне кажется, я как бы верить в это сильно не должен. Во. Тоже написано, как бы, двух уродливых рыбин, извивающихся под лучами солнца. Это же уродливая. Значит, обезображенный, короче, этот... Хвостокол. Всё, две рыбы, то есть нужна ещё одна. Понял, понял. Я тебя понял. Так, вот этот можно взорвать. Почему бы и нет? Давай взорвём его. А ты это давай взрывай. Где, где, где? Всё, завал, короче, есть. Завал есть. Используй взрывчатку. Взрывай его. Ну, чтобы открыть полностью место. Местность, то есть. Так, смотри, я вот по этим путям плыву. Мне сказали, по этим путям, которые, типа, вулканные. Ага. Тебя трогать не будут, блин. По путям это вообще без разницы. А если над вулканом? Ага, над вулканом нормально. Над вулканом, значит, работает. А по этим вот подводным путям это всё нафиг не работает. Но, по крайней мере, ты мне показываешь, где находится следующий вулканчик. Текст. Текст, 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 текст. Вопрос. Эту рыбу надо продать, потому что деньги. Как бы. А это значит, мы должны ехать, то есть, плыть. Ну, у этого, у... К торговцу. К торговцу. Пошли. Пошли. Опля, стоять. Чё за рыба интересная? Я же продавать должен. Успею? Понял. Ушли, 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 ушли. Ушли, ушли. Я сзади слышу, что он прям-прям подходил прям, да? Это вулкан? Блин, я пошёл. Я пошёл. Это по мою, по мою, мою душу. Это вулканчик. Это мой? Это же вулкан? Во, нормально, нормально, нормально. Я спасён. Короче, прикольно. Если всё это вот, все советы подслушивать, как бы, ну, в смысле, как бы, принимать в... Вы поняли? То... Всё получается вроде неплохо. Так, срывный рынок. Давай я буду продавать всё, потому что здесь, как бы, всё нужно продавать. Иначе... Иначе чё ещё делать-то? И... Ну, это можно в трюм. Вроде бы. Я не знаю, приманку... Нужна ли мне приманка сейчас или нет? Хрен его знает. Вроде бы нет. И давайте мы здесь в... В верфи мы немножко починимся. Вот так вот. Самую малость. В трюме у нас что-то хорошее есть. Сеть. Мне нужна сеть. Заработали на сеть? На стандартную сеть? Погоди, где мы покупали сеть-то? Стая ямба. Плавучий верфь. А это разве мы не здесь должны были покупать? Здесь... Нет. Простая эта вот, эта другая. Блин, на базу не хочу плыть. Не хочу. В моём трюме тоже нифига нет. Вот она. Девяносто. Три дня срок службы. Иди сюда. Да. Да. Нам нужны крабики. Нам нужны крабики. И опять же, давайте поспим. Нам нужны крабики. И нам нужны, опять же, эти вот рыбы. Которые якобы монстры. Рыбы-монстры. Отчалить. Так, где мы можем выловить рыбу-монстры? Крабиков можно, в принципе, здесь прям засунуть. Это... Ты где? Во. Тут много, короче, крабов, да? Давай, скидывай. Всё, сеть скинули. Отлично. Сейчас мы берём, опять же, свою скорость. Потому что без скорости никак ничего не сделаешь. Ну, типа, на всякий случай, же, надо же как-то себя обезопасить. Так, где у нас и кто у нас тут может выловиться? Дайте мне рыбу. 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 Я знаю, есть бинокль. Я знаю. Но я хочу вот так. Я именно вот так вот и хочу. Пойди сюда. Поехали. Ааа, отлично. Да, идите в жопу. Да, я, блин, на рыб смотрю, блин, и не могу выловить никого. А я над вулканом сейчас прям сижу, прям, да? Блин, дайте мне какую-то хорошую рыбу-то, ё-моё. Фиолетовую хочу. Фиолетовую. Игра, блин. Дай мне фиолетовую рыбу. Во. Ай-яй-яй. Это было слишком быстро, и мне не дали. Ааа. Фак. Так, здесь у нас... Для прокачки, да? Да, для прокачки. Берём, по-любому, берём, берём, берём. Конечно же берём, конечно, обязательно берём. Такс, поехали туда. Жаль, отсюда в трюм как бы скинуть ничего нельзя, блин. Это очень плохо. Только взять могу. А места у нас немного. А места у нас вообще нету. Хорошо, пошли. Так, ну раз мы близко, раз мы вылезко, давайте продадим. А ну погоди. Блин, фиолетовая будет? Временно сюда, дай мне фиолетовую рыбу. А, всё, истощены, ё-моё. Вот так вот. Пошли. Пошли, 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 пошли. Работаем. Сейчас мы это продадим, как всегда, да? Деньги тоже как бы заработаем. Денег. И рыбный. Конечно, рыбный рынок. На 400 баксов, нихера себе, блин, нормально. Временно. В трюм, в трюм. Это всё пусть будет с собой. Я не знаю, эту штуку надо. Давай я приманку, короче, скину. А чубы нет. Или вот эти вот выловим. Может здесь какая-то будет рыба такая интересная. Нам нужна фиолетовая рыба. То есть не фиолетовая, а где у нас там этот... Жёлтенький, жёлтенький маяк. Который говорит нам о том, что мы ловим рыбу... Как она называется? Не рыба монстра? Блин, какая-то... Вот она. Пошли. Пошли, 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 пошли. И, let's go. Так, первое, это нам нужно крабики. Мы сейчас крабики брать не будем. Дальше нам нужна вторая точка. Это ещё чуть дальше. Это вот здесь. Уже можно правее брать. Вот, нам, короче, туда. Поехали. Нормально, нормально. Вулкан меня, как бы, будет защищать. Еее. Нате тебя. Во. Камера раскалывается с оглушённым, короче, треском. Обломки рассыпаются. Обнажают... Чё? Обнажают сердцевину. И мне дают костяной талисман. Ё-моё, блин. Наверное, крутая вещь, наверное. В смысле? В трюм. А, сюда нельзя его, да? Окей, в трюм. И неугасимое пламя. Круто. Теперь мне нужно отсюда свалить. Так, над вулканом нормально всё. Меня никто не трогает. Смотри, мы должны этим пламенем зажечь вот здесь, короче. Другое пламя. Быстренько отсюда вылезаем. По возможности, быстренько. Идите в жопу. Поехали, поехали, поехали. Быстренько уходим от них. Замечательно. Смотри, оп. Е-е-е. Конкретно. У нас уже один факел уже зажжён. Это у нас статуи. Фанатики статуи. Да, статуи. Веди сюда. Какую статуи вы хотите осмотреть? Левую, мне кажется, я зажёг. Давайте правую зажём. Статуя держит каменный тигель. Он пуст. Сейчас он будет не пуст. Нормально. Холодное пламя ракочет в руках у статуи. Окей. Какую статуи вы хотите осмотреть? Блин, я хочу посередине, но у меня нечего туда засунуть. Поэтому чё поделаешь? Что есть, то есть. Пойдём сейчас ловить крабов. Уйти, конечно. Уйти. Давай отдохнём. До утра. Сейчас мы это задание тоже как бы сделаем. Потому что... Потому что... Потому что надо. Отчалить. А погоди. А если я открою... Сейчас мне стоит. Не туда смотрим. Не туда смотрим. Каюта. Поручение. Это мы сейчас зажигаем статуи. И плитки находим, типа. Как я понимаю, когда мы эти статуи найдём... Нам помогут найти место для реликвий. Да? Я так понимаю. Значит, наверное, скорее всего так оно и будет. Так, вы кто тут у нас сто? Давайте я вас выловлю. Ну, деньги к шкафу нужны. Прокачка там туда-сюда. Никто это не отменял, ребят. Вообще никто не отменял. О-о-о. О, жёлтенькая-жёлтенькая меточка. Есть. Маленькая рыба. Ну, что поделаю. Что есть, то есть. Что есть, то и берём. Где этот торговец? Поехали. Так что да. Игра очень прикольная. Она прям заманивает. Прям, я не знаю. Прям очень много времени здесь можно в этой игре провести. Давайте проверим. Нашу клеточку. О-п-ля. О-п-ля. Полотаны. Валить отсюда. Мелкие, бали, твари. Так, сяди сюда. Не, мать. Мы продавать будем только вот это. Вот это. Вот это. И вот это. А крабик? А он мне нужен. А крабик. 700 баксов. Видишь, как бы с неком мы тут делаем вещи. Погоди. В таком случае я бы... В верфь заглянул бы. Даже не в верфь, да? Стоять чуть-чуть. А в плавучий док. Что куда еще можно пихнуть? Что-то куда-то можно пихнуть здесь. Железо могу. Раз. И железо два. Потом две деревяшки нужны. А эту штуку мне куда надо дать? Костяной талисман. Каменная плитка. С костями и зубами по краям. В центре выгравирован символ крюка. Срок установки. Состояние. То есть... К грузу. Погоди-ка. Это... Как удочка, типа, или что? Я не понимаю, что это какой-то талисман. Но знак, видишь, вот здесь. Очень странно. В центре наглядный символ крюка. К грузу. Только к грузу можно, да? Это все? Да, мы же только к грузу могли это все сделать, засунуть. Хорошо. Или хрен его знаю. Ну, нет. Скорее всего, вот эта вот штука и есть. Погоди-ка. Состояние. Так, скорость лова. Нет, все-таки это у нас крюк. Скорость лова 330%. Так, погоди. Это ловит все подряд или нет? 330%. Скорость лова. Здесь 82%. А если... Сколько ты имеешь? Четыре слота. А если я это уберу? Давайте... Не, не выбросить. Как это? Погоди, мать. Давай мы по-другому сделаем. Мой трюм. Я хочу это... Блин, снять. Отлично. Мы это в трюм кидаем. Все, скинул в трюм. Потом берем вот этот... Да, блин, е-мое. 330% скорость лова. И скорее всего это ловит все подряд или все-таки как это работает? Срок установки 4 часа. Костя на талисман. Это у нас... Хорошо. Давай проверим. А что проверим-то? Рыбный рынок. Иди сюда, продавайся. А ну-ка. Отчалить. Так, кого ловить-то? Тут у нас рядышком были рыбы, да? Так, мы чем будем ловить-то? Вулканы. Блин, у нас и эта удочка есть. И вот эта вот есть. Я сейчас, по идее, вулканные буду ловить, по идее. Вот эти удочки. Надо было эту тоже снять и проверить. Окей, это хорошо. Но я, короче, уберу одну удочку чисто ради интереса. Хочу убрать ее. Смотри. Мой трюм. Мы убираем, значит, эту удочку и засовываем в трюм. Все. Попробуем только этой штукой. Кого-то выловить. У вас нет. Ага. Так, для чего-то, да, это. Это чисто как талисман, и он у нас работает в паре с этой удочкой. Я понял. В таком случае только так. Он дает просто баф. К лову первые удочки. Ну, или какой-то там поставишь. Мой трюм. Блин. Вулкан. Ну, мы как бы у вулкана сейчас. Мелководные, мангровые, вулканные, прибрежные. А это у нас эти вот глубинные пучины. Хорошо. Пусть будет так уж и быть у вулкана. Поэтому берем вот эту вот удочку. Плюс талисман. Окей. Сейчас мы опять же поспим. Что было у нас хорошо, что нас никто не это вот не на... Не... Запол. Соу. Отчалить, конечно, отчалить. Теперь. Крабик еще один. Молодец, красавчик. Вот мы этого и ждали. Поехали. Два краба нужно было дать ему. Этому или кому-то. Этому, этому. Поехали, поехали, поехали. Залезаем, залезаем. У меня скорость очень большая, и он прям может случайно удариться. Об скалу. Или об скалу. Так, знайте о крабах. Смотри. Блин, а разные нужны, походу. Это один, это понятно. А сейчас мне нужен другой краб, по идее. Твою ж заново, а. Хм. Да. Нам нужны разные крабики. Вот такой вот нужен бы. Это ракообразный лобстер. А это у нас другой хрен будет, короче. Я тебя понял. Я тебя понял. А ты еще мне скажи, блин, что нужна будет другая удочка. Это вообще шикарно будет. Остаток один день. Короче, придется мы все-таки нам телепортироваться домой. Взять остальные. Удочки. Не удочки, а эти вот ящики. Сетки, то есть. Давай. Породай его. Сорок, кстати, немало. Вообще сорок. Вулканные мангровы. Блин, дай мне рыбу вулканную. Я хочу рыбу вулканную. Дай мне вулканную рыбу. Я хочу эти вот 330% почувствовать. Мы их почувствуем или мы их нихера не почувствуем. Дай мне вулканную рыбу. Здесь мы даже взрывать ничего не будем. Потому что мы там уже все решили. Во. Вот эти твари, блин, задолбали. Вот, вот здесь у нас вулканная рыба, да? Дайди ты. Будет 300%? Я не почувствовал почему-то. Ой-ой-ой, я понял, я тебя понял. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Тихонечко. Так, пошли через главные ворота. Пошли в задницу. Что мы сломали? Все, сломали. Поехали. Да, здесь, конечно же, не выловить спокойно. Потому что тебя все пытаются, блин, завалить, сломать, съесть, блин, порвать. Все. Уходим, значит. Я хочу пойти за этим, за своей... ...сетью. Ты продавай все подряд. Вот так вот, и починись, конечно же. Стопся, баксов, ни хера себе, блин. Не, ну ни хера себе. Так, тут что-то хорошее будет, смотри, видишь? Светится. Да... Ну, что ты мажешь-то, а? Что-то нифига хорошего. Как бы она, рыба хорошая, но все же. Мне что, потратили сейчас 150 баксов, поэтому нужно это все вернуть. А, отлично. Блин, много рыбы. Много. Не ожидал. Ага, и закончилось. Так, значит, прям здесь прям продаю. Что там по крабу? Крабов нет. Задний ход. М-м-м, да. Продай за 181. И все. Отчалить. Используем, значит, один раз телепорт, чтобы это у нас быстрее было. Кстати, я забыл про изгнание, блин, ё-моё. Появление. Давай. Текс, господа, мы где? Не понял. А почему здесь? Я здесь должен был телепортироваться? По идее, я телепортируется ближе вроде бы как, или все-таки там? Харина вот это. Ну, пошли, короче, за сетями. Вот мои сети, мои красавицы. Так, зайди сюда. Скорость. Конечно, они сломаны. Само собой сломаны. Требуется ремонт. Так, давай, иди сюда. Требуется ремонт. Забрать. Ты тоже самая. Иди сюда. Забрать. Вообще, а мы как наловим сейчас крабов-то. Хороших. Давай, 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 давай. Где мы их чинили-то? Сухой, нет, не сухой док. Тут нам что можно еще засунуть? А ничего нельзя засунуть. Потому что мы нифига, блин, не выловили. Так. Да. Все. Они починены. Круто. Самое главное, я сейчас надеюсь, что нам не нужно будет какой-то там, не знаю, другой, что ли. Как его? Другие сети. Надеюсь, что мне будут нужны другие сети. Так, поехали. Что, опять ночь, что ли? Только не говори, что опять ночь. В смысле? Блин, я скинул одну сеть. Или? Не, не скинул, нормально все. Ночь? Я не понял. А что так быстро-то? А что так быстро? Я же... Это телепорт так много времени занял? Нихера себе, блин. Нормально. А ну-ка, поспать быстренько. Мы должны плавать только днем. Нихера, блин. Не-не-не-не-не. Мы будем отдыхать спокойненько. И все будет у нас хорошо, да? Задание осталось только одно, грубо говоря. Давай, чалить. Поэтому потихонечку сейчас мы справимся. В смысле, твою же... Ой. А, ну это маленькие турбины. Нормально, пойдет. Скорость по-прежнему большая. Не, вроде расстояние до того камня еще было. Моя игра посчитала по-другому. Смотри, я плыву вообще к другому острову. К такому, где мы еще не были. Ой, то есть вот он. И-и-и-и. А там что-то есть. А там что-то есть. Хэллоу, монстр. Это монстр. Это факинг монстр, е-мое, блин. Давай с тобой плавать будем. А ну, конечно, ты уходишь и уезжаешь, блин, прям в этот... Смотри, там островочек еще есть, видишь? Там что-то такое еще интересное может быть. Ну, окей, у нас-то как бы цели другие, поэтому пошли. Пошли, пошли работать. Что за рыба у вас тут хорошая есть? Ну, так себе. Но мне кажется, это большая, да? А если большая? Нихера не большая. Нет, давай, я не хочу ночью плавать. А когда мы ловим рыбу... У нас время очень быстро проходит. А че я сюда хожу? А, сети. Сети, 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 сети. Прямо рядышком поставим. Ну. Раз. Два. Три. Вот так вот. Эти сети, что говорят? Вот эти вот. О-о-о-о. Ха-ха-ха. Только взял этого, этих сети-сети. А у меня тут уже краби, который мне нужен. Какая круто. Very good. Вообще красавец. Как-то можно здесь прорваться, Балин, что ли? Поудобнее, чтоб было. Блин, куда я лезу? Твою мать. Крабика не ломайте мне. Крабик у меня, у меня крабик. Крабик. Ушел. Так, я хочу к вулкану. Вот прям хочу к вулкану. Мне сломали самый большой мотор, да? Да, сломали большой мотор. Так, я вообще на одной турбине буду ехать. Получается. Смотри. Могу себе позволить. Потому что я не хочу этого потерять. И у нас есть... Более... Все-таки первый нужен был. Первый островочек. Куда я полез? Да, первый островочек нужен был. Но. Скорости у меня сейчас, скорее всего, не будет. Хотя, что-то есть. Но есть изгнание. С помощью изгнания... Я смогу изгнать любую тварь, короче, от меня. Вообще любую. А это есть, как бы, довольно такая важная функция. Да, даже левее даже. Давай, давай, давай. Почихонечку. Ладно, не ломай себе еще один мотор. И нормально все будет. Все, понял. Изгнание. И едем даже чиниться дальше. Я еду, ну его нахер. Еду чиниться, потому что это полная жопа. Конечно, меня тормозят, само собой. Но что поделаешь. Мы, по крайней мере, доплыли. И можем спокойненько починить свой корабль. Our... Our корабль. За 180. Что выловили, то и продали. То и отдали. Давай, слышишь, продавай эту рыбу, чтобы она у нас тут не портилась. Вот эту. Да. Поспим. Надеюсь, у нас не испортится этот краб. Надеюсь, что не испортится. Мы поспим спокойненько до утра и отчалим прямо спокойненько. Вот. К нашему первому. Тихо-тихо-тихо. Спокойненько. Аккуратно-аккуратно. Первый же остров, да? Первый-первый. Ну, первая скала, короче. Есть. Мы ставим сюда крабешника. Крабпаук. Камень. Раскалывается соглушительным хреном. И мы берем, короче, вот эту штуку. Берем одну звезду, шестереночку. Берем вот эту вот. Берем тарелочку и берем факелидзе, который нам нужен сейчас, да? Там даже орел сказал, что... Уи-и-и. Орел говорит, что... Уи-и-и. Иди зажигай, короче, гребаный свет, блин. А то сейчас темно станет. Все, скорость пошла. У нас есть максимальная скорость. И по идее, мы сейчас зажигаем третью статую. И нам дают подсказочку, где найти последнюю хрень, которую мы ищем. Так, смотри. Где мышка моя? Вот мышка. Статуя. Какую статую хотите? Посередине. Вот так вот. Берем. И ставим. О. Холодное пламя ракочет в руках у статы. Все готово. Фанатик ждет. Давай к фанатику. Слышишь, фанатик? Иди сюда. Что такое? Пламя зажжено. О, я чувствую дыхание глубоких вод. Пора. Идем. Вслед за ним вы поднимаетесь по ступеням храма. На вершине вас ждет черный каменный алтарь. На котором высится... Высится... Груда темной влажной древесины. Он достоит старинные карманные часы. И они гипнотически покачиваются на ветру. Скоро они перейдут к тебе. Пусть этот дар ознаменует... Ознаменует... Начало твоего пути. И конец его. Зажав в руке часы, он взбиво... Взбирается на костер. Поднимает свиток. И начинает читать нараспев. Эээ... Не, ну... Типа начинает читать нараспев. Я могу как молча смотреть. А могу спросить, да? Что происходит? Он не отвечает. Ну, блин. Поднимается ветер. Морские брызги. Че-то там туда-сюда. Перестань. А, ну-ка погоди. Брызги. Морские брызги окропляют алтарь. Размокшее дерево под ногами фанатика занимается... Холодным... Синим пламенем. Ну, какой перестань. Давай молча смотреть-то, е-мое. Ледяное пламя поднимается по его ногам. Ух ты, это уже плохо. Голос фанатика все так же тверд. И в нем не слышно боли. Ледяное пламя. То есть, ну, типа ледяное. Но он все-таки горит. Это как понимать-то? Он воздевает руку к небу. А в следующий миг исчезает в огне. Охренеть. Он, короче, сгорел, говнюк. Бушующее пламя раздувается. И почти сразу внезапно встихает. По полу храма... То есть, по полу храма стелится... Стелится. Холодная дымка. Но ветер быстро уносит его в море. Поручение выполнено. Фанатик исчез без следа. И че? На место его погребального костра теперь холодно и сыро. То есть... Мы не... Он нам не поможет сейчас уже вообще никак? О, помог. Антикварные камар, карманные часы. Короче, то, что нам нужно было на самом-то деле для того, чтобы закончить основное задание. Вы понимаете, карманные часы, они обжигают холодом и дрожат в ладони. Стылки бешено крутятся, потреснув под треснувшим циферблата. Хорошо. То есть... То есть, чтобы вы понимали, че мы сейчас делаем. И чтоб я тоже понимал. Но я нашел часы. Все. Все, короче. Тут, короче, найти другие плитки. Да и хрен с ними, с этими плитками. Че? Какие плитки? Че там за плитки? А чалить, конечно. Конечно, чалить. И... Че вы думали? А че вы думали? У нас есть вот эта штука и делаем. Хренась. Чувак. Мы находимся в самом безопасном, короче, месте. Поэтому идем вот сюда. Вот. Стоять. Не ломать ничего. Во, как видишь. Давай. Вы поднимаетесь по сломанным ступенькам к старому особняку. Волны бьются, а базальтовые скалы вокруг. Перед тем, как переступить порог, вы замираете. Отдаем. А вот и он. Входит под аккомпанемент непрестанного тыканья. Ты принес карманные часы. Вы достаете часы, их некогда застывшие стрелки теперь необъяснимым образом ритмично подергиваются, безуспешно селясь продвинуться вперед. Вы кладете часы перед коллекционером. Я уже несколько десятилетий их не видел, но механизм звучит все так же пренеприятно. Ммм, поручение выполнено, выполнено, выполнено. Два поручения даже выполнено, прикинь. И теперь наша коллекция собрана. Должен признать, я удивлен. Не думал, что тебе хватит упорства, чтобы довести все до конца. А мне хватило. Правда, много времени прошло, но все же. Теперь, когда пять реликвий у нас, остается только... В смысле, какой еще толкат? Только одно. Полагаю, теперь ты уже знаешь. Не знаю. Знаю чего? Скоро ты все поймешь. Нам осталось совершить один последний вояж. На этот раз я отправляюсь... В смысле? Давай. Внимание, начинается финальная часть игры. Ага, с этого момента ваш прогресс не будет сохраняться. Оно прикольно. То есть, мы здесь заканчиваем и... Нет, я не готов. Как скажешь, возвращайся, когда будешь готов. Я тебя понял, игра. Я тебя понял. Так, во-первых, давайте посмотрим наш трюм. Что у нас есть? Чтобы, смотри. В каюте. Энциклопедия-то понятно. Это нам как бы все понятно. Поручения. Это все мы сделали даже. Полностью все. То есть, окончательно закончили игру. Сообщение. Допустим. Это мы сделали. По прокачке нашего корабля. По прокачке нашего корабля. Мы его прокачали полностью. Кроме как последний мотор не брали. И какие-то еще другие нюансы. Да. А так у нас самый последний корабль. Чтобы вы понимали. Вот он самый последний. Поэтому. Идем еще раз. И я готов. Все. Поехали. Я готов. Внимание. Само собой внимание. Но мы, кстати, это уже сохраняться не будет. Получается. И можем, когда захочешь. Типа, можем вернуться обратно. Я так понимаю. Внимание. Повторно предупреждаем вас. Что с этого момента ваш прогресс не будет сохраняться. Вы точно хотите продолжить. Да. Реликвии мы возьмем с собой. Надо подождать, пока не сгустится туман. Если повезет, море не узнает о наших намерениях. Вот так вот. Вы ждете подходящего момента. Ребятки. Какое-то окончание сейчас будет. Какой-то там ролик. Или опять же какой-то там текст. Окей. Пора нам, ну, пора. Нам нужно отправиться в открытое море. К западу от большой соли. Место отмечено на твоей карте. Серьезно? Поехали. Плывем сразу к нужной точке. С таким важным грузом в открытое море долго находиться не стоит. Поспеши. Коллекционер на борту вашего судна. Опля. А ну, секундочку. А ну, секундочку. Чисто на всякий случай, да? На всякий случай мы это убираем. Чтобы мало ли. Чтобы оно прям было прям вот так вот. Откроем карту. И мы идем прям вот сюда вот, да? То есть, прямо. Направо маленечко. И поехали. Давай, короче. Он говорит, что прямо сейчас. Сейчас нужно прям, да? Прямо сейчас нужно. Где точка? Она что ли? Быть бы не может. Да ну, это она. Уи. Тихо, тихо, тихо. Какой телепорт? Ты че? Какой телепорт? Спокойно. Никакого телепорта. Уи. Ребятки. Если вам игра понравилась. Что нужно сделать? Само собой поставить пальчики вверх. Чтобы окончание и финал игры увидели много, много, много народу. Посмотрим, что за конец будет. Мне прям интересно. Мы на месте, коллекционер говорит. Здесь ее отняли у нас. И здесь же мы, наконец, ее вернем. Только здесь и нигде больше. И только благодаря всему, чего мы достигли. Он открывает книгу и начинает зачитывать вслух. Освободить затерянное, застывшее во времени. Он бросает за борт карманные часы. Скованные цепями в глубине. Он бросает за борт ожерелья. Вновь привязывать к этому миру. Привязать к этому миру. То есть все вещи, которые мы нашли, он бросает за борт. Он бросает за борт кольцо. Отворить дверь в звездное небо. Да? Он встает ключ, вставляет ключ в замок на шарманке. И так похоронить уставший мир. Он бросает за борт шарманку, не поворачивая ключ. Получено достижение освобождения. Так, шарманка выброшена. Так, шарманка выброшена. А че так тихо? Почему так тихо? Очень тихо. Надя Торн, продюсер. И кто там еще? Дэвид Мейсон, композитор. Актеры, войс и так далее. Короче, ребятки, мы с вами закончили игру. Я надеюсь, что вам она по... А какого хрена у нас весь этот городишко, где мы с вами выживали и где мы прокачивались в начале всего этого нашего... Сколько народу-то, смотри, здесь у нас сделали игру. Почему все горит? Это очень странно. Это очень странно. Короче, он, походу, возвал, короче, или как это сказать-то, на русском-то не знаю даже. Ой, сейчас скажу. Скажем так, обратился к какому-то морскому чудовищу для того, чтобы ему вернули умершую жену вроде бы. Я не думаю, что там дочь была, там, скорее всего, была жена, да? И все. И вот таким вот образом у нас именно сюжетная часть игры заканчивается. Но, как я уже не раз говорил, сюжетная часть игры это одно, но в этой игре реально можно как бы залипать просто на прокачку, просто чтобы прокачать весь корабль, хоть мы реально прокачали полностью весь корабль, кроме двух пунктов. Верхний справа и верхний снизу, там, когда мы входили в верфь или куда мы там входили, короче. И это круто. Это очень круто. Давайте мы это пропустим, посмотрим, что будет дальше, если мы сейчас это пропустим. В этот момент этот. Поднимаем из глубин. Окей, то есть ничего. Хорошо, смотри, могу даже продолжить. Загрузить новое. Давай продолжить, посмотрим, откуда меня как бы... Откуда меня откинут. Ага, отсюда же, да? Ага. Ха, смотри, могу спрятать игры, вы понимаете. Спрятать игры. Что такое? А ничего, мне пора. Ха-ха-ха. А-а-а. Вот она у меня. Давай чисто ради интереса. Не, не, какое отдохнуть? Как отдохнуть? Тихо-тихо-тихо-тихо. Отчалить. Чисто ради интереса, посмотрим. Вот сюда вот. Чего там такое? А, опять монстры. Сейчас я вам просто покажу, что мы там с вами не докачали. Сухой док. Вот. Полностью все докачали. Кроме этого, да? Это у нас, это у нас крюк, как бы, да? Который дает нам еще один крюк здесь, еще один здесь. Что были больше удочки и так далее. И не прокачали ячейку для ламп, которая нахрен нам нужна. Потому что больше такой лампы вообще нет. Соответственно, ребятки, на этом все. Надеюсь, вам все понравилось. Не забудьте оценить видосик. И увидимся в следующих видосах. Всем удачи и всем пока. Не забудьте написать, что вы думаете о игре. Понравилось ли вам? Чем понравилось? Что понравилось? Как далеко вы доходили, если вы играли в эту игру, да? И так далее. Всем удачи и всем пока.